Кухня ЖКХ Кухня ЖКХ Но просто так, по нашей просьбе, перерасчет никто не сделает. Как доказать, что платить не за что? Кухня ЖКХ Просим замерить и так далее. Управляющая компания вызывает третью сторону теплоснабжающую компанию. И если все срастается, если теплоснабжающая компания назначает время прихода, замеряем. С этим актом жилец пишет заявление в теплоснабжающую компанию на перерасчет. То есть как только мы заметили, что батареи холодные, вызываем комиссию, да? Прежде чем приглашать комиссию, надо просто позвонить по аварийному телефону управляющей компании, чтобы слесаря все же сбегали, посмотрели. Теперь тепловики тоже считают каждую копеечку. Давление на дом приходит тютелька в тютельку, ни больше, ни меньше. Чуть только где-то что-то изменилось, и все, дом уже не идет. Приходится управляющей компанией бежать, смотрим параметры. Сейчас же у нас доступ есть, заходим в компьютер. Если параметры на доме упали, начинаем звонить в теплоснабжающую компанию. Ребят, добавьте параметров. В сентябре еще случается, что отопление было 5 дней, а платить надо за целый месяц. Но по закону мы платим с сентября по апрель. Смириться с большими суммами за первый месяц отопления или есть другие варианты? Может, у вас счетчик там просроченный, и по счетчику теплоснабжающая вам не начисляет, а начисляет по нормативу это раз. По факту ли идет начисление, или по среднемесячному, как у вас решение принято. В каждом доме надо смотреть. За этим можно обратиться к старшему по подъезду или по дому наиболее компетентному жильцу. Становитесь более просвещенными и вы вместе с Кухней ЖКХ на 101.0.